Ушедшее лето принесло детям много радости, хорошего настроения и положительных эмоций. Ведь для этого были созданы все условия для интересного, а главное – полезного отдыха. Настала пора подвести итоги организации летнего отдыха и оздоровления. На этой неделе состоялось заседание межведомственной комиссии, где были подведены итоги организации отдыха и оздоровления юных славянцев. Море, туристические походы, экскурсии, пешие прогулки, игры на дворовых площадках – всё это позволило юным славянцам провести лето весело и с пользой для здоровья. А организовывала и контролировала качественный и интересный детский досуг в период летних каникул межведомственная комиссия под председательством главы Славянского района Романа Сенегловского. Главное для наших детей – летняя программа должна быть доступной, безопасной, эффективной. Задача стояла, чтобы все наши дети были заняты, и дети-сироты, и дети из малоимущих семей. На протяжении всего лета проходили заседания межведомственной комиссии, на каждом из которых подводились промежуточные итоги летней кампании. Учитывались все недоработки, оперативно решались возникающие проблемы. Всё это позволило охватить летним отдыхом и оздоровлением более 13 тысяч юных славянцев. Причём каждый ребёнок был увлечён сразу несколькими формами отдыха. Работа, такая вот плановая, работа систематически, которая проводилась по контролю за течением летней кампании, позволила выполнить в целом все показатели, я скажу сегодня в докладе, над какими показателями нужно работать в следующем нам году, но позволила в целом выполнить и даже перевыполнить наши с вами планы. Заместитель главы района по социальным вопросам Ольга Леус впервые озвучила показатели летней оздоровительной кампании. Итог порадовал каждого собравшегося в зале – и спортивных тренеров, и директоров школ, и работников учреждений культуры. Ведь каждый присутствующий на заседании МВК был задействован в организации летнего отдыха ребят, чтобы лето 2016 было интересным, ярким и незабываемым. Без сомнения, им это удалось. Более 30 форум летней занятости было организовано для юных славянцев. Это лагеря дневного пребывания, молодёжные дворовые и спортивные площадки, игровые площадки по месту жительства, трудовая занятость, клубы по месту жительства, поисковые отряды, турпоходы, велопоходы. Всеми управлениями социальной сферы за три летних месяца была проделана большая работа. При общеобразовательных учреждениях работали 36 лагерей дневного пребывания, которые посещали более трёх тысяч ребят. При взаимодействии центральной районной больницы и лагерях дневного пребывания у нас прошли взрывы 2 тысячи детей в санаторных группах. В этом году расширился и спектр тех показаний, по которым мы работали. В протяжении всего лета для ребят были подготовлены как уже ставшие традиционными мероприятия и конкурсы, так и новые разнообразные программы. Но главное, на что делал упор Роман Синеговский, в приоритете должна быть организация безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей. В этом году впервые были организованы рейды в несанкционированные места для купания, что позволило уберечь детей от несчастных случаев на воде. Эта работа будет продолжена и в следующем году. Кроме того, будет усилена и безопасность дорожного движения. Итоги лета 2016 подведены, но впереди у специалистов в социальной сфере ещё много работы. Ведь точка окончания кампании одновременно и точка отсчёта нового сезона – лето 2017, подготовка к которому уже началась. Надежда Калинина, Георгий Калинин, программа «События».